Тяжесть души Нурглицкой сказывается! Приветствую вас, друзья! С вами Верос, и пока что нам, конечно, избавиться тут не удалось. Построить в ближайших поселениях пока тоже, наверное, не получится. Нам нужно третий уровень, еще ждать, еще возвести. Ну, может быть, что-то где-то как-то. Тут все-таки скверно пока что уменьшается. Может быть, и рост начнет. На границе-то вообще проблемы с этим остаются пока что. Бросить на границе с Кислевым лагерь, кстати, тоже вариант плохой, потому что здесь есть тема... Так, давай тут скверну ты не изгоняешь. Блин, ты не изгоняешь скверну. Кто-кто, а ты должен изгонять скверну. Ты же все-таки как жрец. Дополнительные проломы, ранения. Давай вот так, подбросок. Все дела. Может, пригодишься как в перспективе еще нам. Так, выходи вот сюда. Мидденхайм уже уничтожен. О, а кто там уничтожил Мидденхайм? И что, у тебя только три поселения? Четыре, Максим, да? Не, даже три. Там кто-то вот контролирует побережье. А, ну тут Маринбург до сих пор еще живой. Так вот, возвращаясь к разговору о лагере, здесь Кислифта сильнее, чем Империя. У него и стартовый тир, но для Огров, конечно же, они сильнее. Для Огров они сильнее. Ну ладно. Такое вступительное слово. Вступительный обзор. И мы пошли штурмовать. Сражаемся. Вот здесь по-прежнему нам пишут, что первая победа будет. Но опять же, это для нас первая победа от слова пир. Мы будем сейчас шиковать и жировать. Можно с двух сторон сейчас штурмовать? Хотя нет, с двух сторон зачем? Пусть идут горгеры и захватывают точку. В принципе, мы этот лагерь штурмуем исправно практически с этой стороны. Можно ради разнообразия вот тут пойти. Как раз. Хотя, где ему удобнее будет сейчас нас расстреливать? А давайте здесь пойдем. Ну тут вот скала есть, чтобы нас расстреливать. Ну и там отчасти. Что-то есть да пострелять. Все, эти отряды сюда. Ладно, вас на убой в этот раз отправлять не стану. Просто свалите сюда и не мешайтесь. Огры. Выходим. Кстати, по защите. Ну здесь не отображается, Мерис. Так, выходи. Давай пока что магией поработаешь. Пусть они вышками стреляют в нас. Что хотят делать? Что? О, тут еще один отряд. Сейчас если подбежит, давай подождем. Такое применение... Будет очень хорошим. Так, ну что ж. Мяснички, бутчеры. Вперед. Дальше. Вы ломаете... Баррикаду. А ты призываешь прям здесь... Не-не-не, подходи, горгеров. Нужно призвать. Ой, сейчас пушка здесь как классно залетит. Но она очень близко должна быть. Расположена. Но залетит хорошо. Да ну нет, ну туда. Иди, ну сюда. Ты... Ты сможешь. Блин, там кавалерия уже убежала пока ты это делал. Блин, там кавалерия уже убежала пока ты это делал. Как раз здесь и гусары чуть-чуть отхватили. Там просто бомбежка. Вперед. Горгеры, продолжайте здесь. Бонусы нам обеспечивает этот отряд. Засадников. Хотя один отряд можно вот сюда отправить сейчас. Давим-давим. Так-с. Заклинание. Сейчас. А ну кинь вот сюда. В коем веке еще твой взрыв используем. Пройди чуть поглубже в них. У тебя масса позволяет. Постанавливается. Точка наша, точка наша. Так, предлагаю отправить одного Горгера вот сюда, а вы вот сюда. Хотя нет, все идите сюда. Тут в принципе уже сейчас мы ворвемся, и может они и побегут. А, поближе, поближе подходи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полководец побежит. Вон, он уже свою способность использует кислю пассивную, что они не бегут долгое время. А здесь победа. Хотя успели еще точку третью захватить. Но идти к точке очень важная часть. Очень важная в атаке для огров, тем более сейчас у нас исключительно милишники. Это вот когда пушки есть, можем себе позволить спокойно вышки разрушать. Против империи, да, как они? Уф, там отряд перебегает из точки А в точке Б, повернулся бочком, а его в этот бочок пером и пару ядер. Так, отлично. И оккупируем. Продолжаем пока что оккупировать. Можно и грабить кислюв, но тем более лагерь здесь в теории позволяет это делать. Целенаправленно зарабатывать больше денег. Так, гноблары, свинцы плюют. Это я в любом случае тоже возьму. Мы не зря это качали. Мы не зря это держали, правильно? А что по строительству, кстати, тут у тебя? Восполнение потерь, рост. Вот, кстати, рост пусть будет здесь. Как раз третий левел в Игореве. Я, если успею построить, будет круто. Можно даже от дохода немножечко отказаться. Тут оборона нужна. На лагерь до этого города не дотягивается. Не дотягиваешься, если идти... Море, море, море... А так, где ты там? Снос завершен. О, кстати, да, снос завершен. Строительство я поставил. Сообщение просто с прошлой серии осталось. Карагзифлин. Давай вот это. За полторы дохода больше будет. Тут имперцы пусть попробуют. Похлонцы вон ходят. А, кстати, вальдорфе мне нужно нанять обязательно. Вальдорфе мне нужно обязательно нанимать. Поэтому по-хорошему бы... Тут отставить. Отставить. Ну да, мне нанимать бы и свинцы Плюев и готовить армию для отправки. Но это не формат. Сейчас будет. Так что просто... Обычный хограф. Четверых. Можно и перебросить тебя вот сюда. На следующий ход уже высадить. Но здесь скалистый берег. Здесь в любом случае высаживаться придется вот тут. Скверну он снижает. Но скверна очень высокая. Здесь тоже скверна высокая. Может вас отправить? Борис плевать. У него проблемы здесь. Отправить. Помочь. Здесь тоже скверна высокая. Но здесь скверну, кстати, снизят. Можно будет прогуляться. Давайте, наверное, так и поступим. Мы отправим вот сюда. Потери рядом с лагерем восстанавливаем быстрее даже, чем сидя в городе. Пройдем вот тут. Уничтожим этих ребят. Тут как раз еще медная крепость будет. Уничтожим. И передадим. Может подкисли, он как раз два стека будет штурмовать. Да. Пока мне этот план... Ну, не то, что нравится, но устраивает. За Борисом мы там наблюдаем. Бориса мы видим. Восстание обеспечат деньгами. Хохландцы, тем более, на нашей территории они ушли, поэтому... Пусть мучаются. Этот стек даже к лагерю не подходит. В целом лагерь... В безопасности. Маринбург там что-то пытается сделать. Пусть Борис борется со скверной. У нас со скверной не особо хорошо как-то складывается. Сложно. Ну вот, да-да-да-да-да. Конечно, ты объявляешь войну. Тут и ты захватил этих уже. Демона поклонников. Так что для второй армии сейчас будет. Веселье. И мы опять этот фланг оставляем. Пусть Борис... Он засеет. Я думаю, Маринбург разрушат. Но он засеет его вновь. И хочется верить, что он этим займется. Что это будет для него основная задача. Потому что мы скверну, видите. Не изгоняем вообще никак. Вот это. Так, где твое влияние заканчивается? Ты еще здесь можешь. Пока что двигайся. За... Этот ход ты дотянешься. К целом. Но там вряд ли кто-то есть. Можем подстраховаться. И еще на ускорении пока передвинуться. Да, здесь есть стены. Но... Гарнизон, кстати, есть. Но нам это все. Вообще по барабану. Забираем форт Якова. Ну, если ты просишь убить тебя, то мы убьем. Как раз тег создает здесь. Достойное поражение, говорят. Дмиров Асокин. Что ж ты будешь делать? Да, какие... Тут непокорные кислевиты. Ну, погнали. Сразимся. Погнали, сразимся. Закрывать порталы. Ну, Огром нужно грабить. Конечно, чтобы раскачать сейчас еще быстрее свои основные провинции, можно тут грабить кислев. Ну, грабить это чуть-чуть... Не то. Это много сражений, мало продвижений. Ну, с другой стороны, в третьей вахе, как раз таки, за счет этих порталов, небольшая территория, но максимально прокачанная. Удобно. В плане, что ты порталы точно закроешь, и скверно не будет распространяться. Так активно. Так, поселение маленькое. Вот здесь бы сейчас пушки очень хорошо зашли, учитывая, что улицы такие протяженные, да? Открытая местность. Мы тоже это уже штурмовали. Мы тоже это уже проходили. Четверых суда. Четверых суда. Четверых суда. Так, эти двое давайте вас раскидаем так. Ничего же, вы не по порядку. Вы по центру. Вы просто не слейте нам засаду. Вот задача такая. Погнали. Кстати, вот здесь самая большая толпа, и, наверное, вот тут мы пока что не будем прорываться. Там слишком много будет проблем. Прорываться. Погнали. Все. Так. Возьмите их. Кипят. Возьмите их. Возьмите их. Подходи ближе. Я бегу. Я бегу, ребятки. Родные. Родные мои, я уже тут. Я рядом. Ой. Что случилось? Что не так? Бомбежечку давай. Шикарно. Как дела на фланге? В принципе все хорошо. В целом ничего такого ужасного пока две группы справляются. Безус. Думаю. Думаю. Когда мы едим? С確. давай вас поем веке взрыв еще хорошо прям подлетел так один отряд давай сюда поможешь и теперь вы подключайтесь там уже стрелков нет этот фланг уже спокойно вы можете брать кстати а баррикаду разрушишь атаку засчитывают но урон видите по баррикаде непосредственно небольшой и и а и и и идите в бой даже в рукопашку ой-ой-ой тут баррикада стоит неаккуратненько получилось так что подходите вплотную не стесняйтесь вообще легендарные лорды могут с первым тиром очень много то есть это для многих армий истинно потому что сами легендарные лорды по себе это мощь лютая я вас еще отправил в бой первым вы тут стоите в стороне смотрите жить как хотят а гады но победа раньше даже чем мы уничтожили эту баррикаду отлично город наш победа малыми потерями заходим кстати окошко еще было ручная рядом я не заметил я ее не особо уважаю так что она такой отряд требующего максимального контроля то есть она должна быть постоянно под рукой в плане отправлять в бой отводить натиск освободить натиск освободить их только в таком формате никак иначе здесь есть огры быки сейчас в принципе мы можем подтянуть вместо этих гнобларов но с другой стороны пока это плохо идет так пожирателей натиск увеличить давай 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 ладно магии сопротивление ну тем более сейчас против кислева а против кислева магия есть так а у тебя точно вот больше прям вот ну совсем ничего да не поможет нам кстати столица провинции а нет есть шанс лишиться в принципе 50 процентов столицы в любом случае за окром так точно так же как и за остальные фракции ну хоть город это вот здесь аж нужно захватить и посидеть там бихайфи не могли бы избавиться там сидели как раз небольшое количество времени но сидели один ход лагерь под альдорфом раскачиваем дальше пока пушкари здесь и металл очки останутся ты просто наблюдай его стерли повстанцы и он вместо того чтобы город защищать на нас нарывался ну какой-то борис никчемный о план грит хочет торговать если это не обманка и в этот раз это не обманка тогда горы не нападение меня не сильно интересует с тобой торговля отношение улучшится ты захочешь потом уже поговорим о договоре не нападение талаби клант не уверен что с тобой нам все-таки нужно подписывать договор хотя отношения улучшаются еще один объявил войну но как на талаби клан все накинулись соотечественники это вообще жутко словно там второй игрок сидит и у нас есть возможность еще тогда здесь в альдорфе один отряд после переговоров со скавинами нанять в общем немножечко проучили бориса немножечко его на руке покрутили повертели и пока что отпустили пока мы его отпустили так здесь они уже отправляются ближе к лагерю нам ну и тут и там нужно нанимать конечно лагеря строительства сейчас я пока не будем подписываться я не знаю как там сейчас сложится хотят тебя уничтожать если честно не планирует так голодуха все голодный босс это фрек служитель пасти но минус пять мяса у него в принципе давайте возьмем сытный деньги нужны но у него еды не так много как у скрага если по тас предложили я бы взял бы наверное мясо и деньги мясо продал посчитать восстание неизбежно мы изучаем новый лагерь здесь ты заработаешь а чё нам нужно захват поселения кстати захват и как раз стал беклант еще живой мы выполним денежки буду делай вещи полное поражение обещают то есть даже артиллерия не дает нам тут дополнительного фото шанса на победу все равно не верят вограф все равно отдают предпочтение каким-то жалким имперцам жалкие никчемные имперцы тут обходить со спины у нас неким швырялки однозначно бьют сразу за стены а мы даже поставим нашу армию вот здесь чтобы швырялки хорошо заходили ну хотя стены в любом случае нужно ломать где-то еще стенолом будет можем пока стоим здесь ломать отправить все отряда ломать вышки расстрелять а ну тут вышек и нет тем более в принципе нормально тогда всю армию оставляем здесь я такой планировки не припомню за империю со стенами если честно нурглицкий закат мы сейчас всей толпой идем ломать вот эти стены можно и вот эти еще кусочек зацепить губа 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 погнали вы не дотягиваетесь еще до они очень шустрый то есть для артиллерии это достаточно хороший отряд и он может даже бегать они быстрее наших игрок это бомбическая сила никто на стену не хочет залезть и не подожди ты стреляй не попадают пушки бьют но здесь року нет давай с угла вот с этого угла ты будешь попадать мы сейчас вот сюда их подгоним пролом все-таки делаем они напротив должны встать артиллерия будет стрелять как раз прошу переключитесь на этот участок стены вот а чё ты мне рассказываешь что не можешь стрелять можешь же видишь там даже ворота продал сейчас наш великий предводитель а ну-ка здоровяки сейчас посмотрим как они будут но пока скорее это против нас работает так а ну-ка ладно ломайте стену вы врываетесь втяните свои осиные талии врывайтесь прямой наводкой просто хотя нет и убей вот сюда это ты можешь вот сюда так так это 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 Ну, заходим, заходим. В проломы стен вы как-то... Не особо хорошо, помещаетесь. Хотя нет, ты туда точно не добьешь, вот ты можешь. Ты по кавалерии продолжай работать. Врываемся. Всей толпой, всей толпой, давай-давай-давай-давай. Быстренько их. Сейчас оприходуем и все. Здесь не задерживайтесь, там штрафы. Накладываются неплохие. Кстати, здесь все-таки убили нескольких перестрелки. Все, вы же не кисливиты, чтобы сражаться до последнего. Нафиг оно вам надо, а? Вы ж более меркантильные ребята. Спасайте свою шкуру. Молодцы. Нафиг вам вот это вот. За землю, за родину. За шкуру и золото. Вот это вот ваш девиз. Это ваш девиз, давай. Сливайся. Вы и нам-то войну удивили. Ради чего? Ради золота. Исключительно ради него. Так, сдаем. Все поселения имперцы сдаем быстренько. Казна. Дипломатические отношения с ними. Вон еще поднялись. На задание, на следующий ход как раз. Но не копается, может быть, Талаби Клан как раз попросит еще вот здесь по пути уничтожить что-то. Но тут мы можем их уничтожить. Медная крепость, в принципе, не сильно укреплена. Они ее недавно заселили. У них последнее поселение. Остромарк мы как раз уничтожим таким образом. Ну, потери медленно восполняем. Конечно. Даже целительство тебя не особо спасает. Ну, дубил. Мастер подготовки всего. Любое блюдо. Любой каприз. Давайте, наверное, возле лагеря пойдем. Здесь нам без разницы. Лагерь так точно будет в безопасности, если вдруг у него тут армия нарисуется. Комплектуйся скорее. О, восточная область. Кстати, я тут не разрушил же. Мы можем подтянуть этих. Да, подороже. Пусть будут. И так, и так. Бабло ушло. Ушло бабло. Одного только можем подтянуть сюда. Но это уже... Хохланд вряд ли будет нападать, так что... Там, наверное, сильно бабки выделять я не стану на этим. Сейчас движение. Талабик ланд. Они даже практически нам... Прохода готовы предоставить. Воюют еще и с Анклавом дружина. Какой-то ты этот... Прям... Необычный имперец. Очень необычный. Хотя, с Кисливым часто воюют. Многие, да. Из представителей империи. Бекхафен могут взять, кстати, демона. Мне кажется. С демонами сложнее тоже будет. Но с другой стороны, это Сланеш. Не, он идет, идет сюда. Смотрите. Он все-таки подводит войска. И попытается, наверное, лагерь взять. Надо было еще денежек выделить. Ну, там три отряда не хватает. И на податки, если будут, то имперцы. А у нас есть пушки и артиллерия. Там даже за город не везде нужно будет выходить. По большому счету. Большое скопление вражеских отрядов и артиллерия туда будет залетать. Главное, чтобы наши своими черепушками и затылками не цепляли эти снаряды. Доступны заказы. Смотрим. Лаулерона. Ликвидируйте следующего персонажа. Ну, он фиг где. Так что меня это не интересует. Он на фон... Нет. Караккадрин. У них тут взаимные отношения. Вот такие. Жаль. Жаль. Телебеклант нам за данный выбил. Ну, тут, видите, мясо еще обещают. Караккадрин. Сильвания больше золота. Но ведь эти не узнают, что мы приняли заказ. Давайте примем. Он на фон. Если вдруг наедет, мы его ликвидируем. Трибе влезли. Будет быть проблем. Герслев. Опять первую победу? Подожди. Дай мне еще раз делами позанимаемся. И тогда уже серию завершим этим штурмом. Уже тогда будем завершать тобой. Так, давай, Огров Быков. Здесь сразу смотрим. Но они якобы не дотягиваются. Но в теории, если отключат режим налет, то дотянутся. Я думаю. Давай, ладно, попробуем. Альхард. Копеечка. Контроль и скверна в северных провинциях. Но скверна уменьшается нормально. Здесь тоже он уменьшается. Хохланд. Нам по-хорошему... Может быть даже... А, кстати, вот эта постройка нам сейчас не нужна. Мясной склад. В Висселанде он вообще, да, не тарахтел. Сносим. Бекхафини. Тоже мясной склад. Нам... Ну, здесь будем проходить. Естественно. Через землю. Но я думаю, тут тоже где-нибудь... Сейчас мы захватим поселение. И имперцы с мясным складом будут. Так что лучше скверную сгонять. Иначе... Ну, не вырастут они же. Будут такими маленькими вечно. Вечно маленькими. Вечно такими никчемными. Тысячу суда выделим. Давай, производство мяса. Наладим. Так, а, кстати. Вот здесь еще, конечно, нам сколько нужно? Две тысячи выделить, да? Пещеру пожирателей. Но там уже по пути мы не подберем. Ну, охотника хотя бы наймем. А охотника уже перебросим. Так что берем город и пещеру пожирателей сейчас строим. За честно завоеванные деньги. Кислеву не успеет подойти. Чтобы штурмовать сейчас. Второй стек. У него еще есть работа. Поэтому Фольсград, наверное, возьмем. Столицу этой провинции. Там немножечко мясник отдохнет. Попытаемся избавиться от негативного эффекта. И будет у нас счастье. Вообще, эти пушкари... Ой, что будут творить? Не знаю, какое царство отправимся следующим. Можем отправиться... Можем отправиться... Ну... Можем даже к Зинчу отправиться, в теорию. Эксланыш. Так, 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 так. С какой стороны пойдем? Обычный искусственный интеллект здесь всегда идет. Штурмовать. Ну и здесь. С того фланга практически не нападает. Но здесь мы как раз отправим... Наших бойцов обманные маневры совершать. Город маленький, они успеют, конечно, перебросить. А тут нужно бежать вот через этот один-единственный проход в любом тоже случае. По мостику. Ну, часть можно армии вот здесь под мостом, ладно, бросить. Давай так и сделаем. Первая группа пойдет туда. Вторая группа пойдет под мостом. А полководцы относятся к первой группе. Вы... А вы спрячьтесь, попробуйте захватить эту точку. Опять спалите контору по-любому. Вперед. Хотя надо первым отдавать приказ Скрагу лично. Чтоб он шел. Уже потом остальные. Пока мы там с этого фланга тому отдадим и этому. А здесь он уже хоть чуть-чуть вперед вырвется. Ломай, круши. Вперед, огурьбыки. Вперед, быки! Какая-то кричалка, знаете? Со спортивного мероприятия. Так, ладно, сюда. Все, переключаемся. Там под мостом. Займутся. Гостями. Проходим. Вы там задавите их просто. Хотя, если бы тут реально была бы такая возможность задавить. Просто пробежать. А-ля колесницы, да, в Риме во втором. Это было бы слишком даже. Ну, куда ты там? Какой же ты медлительный? Обморожение. О-ть! Субтитры делал DimaTorzok Вперед прорывается Работаем! Кстати, сейчас вообще-то как-то Все проходит На ура Сказал бы даже слишком просто Кавалерия носится, кавалерия Не знает, что ей делать Остальные просто сносят Так, подходи ближе Твои заклинания нам сейчас очень пригодятся Так, вышка принадлежит не тебе Вот теперь все Дотягиваешься? Ну, лучше бы дальность сейчас на самом деле Чуть-чуть пробегите вперед Здесь сейчас будет Удар Вам он тоже не понравится Жрём! Это у нас струганина Если гномы это такое Мясо маринованное Такая котлетка по-киевски С начиночкой сочной внутри То это у нас струганина Замороженное мясо Нарезаем его тонкими ломтиками Лепота Всё, последние просто По сусекам боевой дух собирают И у нас максимальный эффект Никто не бежит Никто не отступает И бой мы завершаем Так, значит, берём Вон, одни косарики Даже не пострадали особо Где-то Гасились, ребята Просто гасились реально Их, кстати, не приметил Если кто видел Напишите в комментариях Так вот мельком Где этот отряд вообще Обитал Потому что он даже Может быть урон никому не нанёс Не, кому-то он вроде бы Даже пытался убить Две тысячи это хорошо Оккупировать Неоднократные победы над кислемом Дисциплина увеличивается Жаль, ограм не дают Такого задания, как демонам Там уничтожить Сколько? Шесть, пять Поселений захватите Победить столько-то армий Кислевицких Либо катайских Прям все в одном Мне бы это сейчас Задание понравилось Держ, слив, слив, слив Ну тут вот производство мяса Оставим Рост Ну, наверное, сносим Запасы Это все не то Нам нужно больше Бойцов в виде мяса Мясных бойцов нам нужно больше Так, а куда я хотел две тысячи потратить Так Найм две тысячи Точно не найм Дрим, 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 тим Восточная область А льдов Что-то в лагере А, вот Точно, 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 точно Вот Все Вспомнил Вспомнил И еще ему нужно будет сражаться на этом ходу Нужно будет вытянуть Армию Так что ход не сдаем И в следующей серии это все провернем Второй стек собрали Доход есть Доход Правда, его не хватает Вот про что я говорю То есть, в принципе, мы вторую армию Наняли И вроде бы доход даже сейчас выровняли Более-менее Но Военные трофеи все равно Не окупают наши аппетиты До следующей серии С вами был Вера Всем добра Пока-пока